Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ. Меня зовут Александр Вальдман. Программа «Разбор полетов». И вместе с Петром Люкимсоном. Петр, добрый день. Добрый день. Мы сегодня рассмотрим разборы полетов нашего, наверное, все-таки Министерства обороны и сопутствующие структуры, в какой-то степени сопутствующие структуры. Дело в том, что на днях Министерство обороны, в частности, министр Муши Айлон, согласился на то, чтобы изменить порядок захоронения погибших военнослужащих Цаали, не являющихся евреями по Галахе. Это удивительным образом совпало с решением правительства, принятием правительством законопроекта о равном распределении бремени. Петр, как вы считаете, насколько применимо разделение бойцов нашей армии, бойцов Цааля, на кошерных и некошерных, особенно с учетом принятого закона о равном распределении обязанностей? Смотрите, во-первых, речь не идет о кошерных и не кошерных бойцах. Речь идет о некоторых традициях, которые важны для каждого народа. Для еврейского народа, кстати, как и для друзов и для арабов, очень важно лежать на своем кладбище, среди своих соплеменников, среди своих единоверцев. Поэтому, например, если бы меня лично не предложили захоронить на смешанном кладбище, я бы возмутился, я хочу лежать среди евреев. Точно так же и те, кто погибал за Израиль, они хотят лежать среди своих. И с учетом этого фактора, и было принято разделение, что солдат евреев хоронят отдельно от неевреев, а солдат арабов хоронят отдельно, солдат друзов отдельно. И неевреев, так сказать, лиц неопределенного национального, неопределенного вероисповедания отдельно. Я в данном случае не вижу как раз в этом ничего такого страшного и какого-либо нарушения. И я бы хотел сказать сначала о том, о той вакханалии антисемитской, антиизраильской, которая разразилась после того, как после известного случая в День независимости, когда начальник Минштаба Бени Ганс возложил флажок на могилу майора Шалма Ницани, героя Израиля, и не возложил могилу на погибшего ранее Евгения Тулачко. И в интернете писали по этому поводу самые разные вещи. Слово «жит» звучало там достаточно часто, я могу уже перечитать сколько раз. И евреи сами писали, что им стыдно за свою страну. Кто-то написал, что Тулачко был достаточно хорош для того, чтобы погибнуть за Израиль, но недостаточно хорош, чтобы его похоронили достойно. Это его мама его сказала, это его мама сказала. Так вот, я думаю, что Цахал при желании мог бы пресечь эту истерию мгновенно, если бы он рассказал правду об обстоятельстве гибели Евгения Тулачко, о той трагедии, которая произошла. Дело в том, что Тулачко не погиб в бою, не погиб на учениях. Он вообще не погиб, будучи в Сахале. Проходил курс молодого бойца? Нет, он проходил курс молодого бойца, но он погиб не в Сахале, не находясь на военной базе. Даже не по дороге на военную базу, или по дороге с военной базой. Я не буду, так как есть запрет на публикацию обстоятельств его гибели, я не буду нарушать этот запрет. Но я скажу, что если вы посмотрите в интернете, то вы увидите, что в феврале 2013 года Сахалин вообще не погиб ни один боец на учениях, или в результате, так сказать, от руки террористов. Было три несчастных случая. Два самоубийства и одна то ли несчастное обращение с оружием, то ли самоубийство. И в связи с этим встает вообще вопрос, так сказать, должны ли те люди, которые погибли не при выполнении своего боевого долга, хорониться на военных, быть захоронены на военном кладбище. Это вопрос касается не только неевреев, скажем. Ну, такой недавний пример был. Погибла девушка. Она погибла, будучи военнослужащей Цахала, когда она на мотоцикле ехала на дискотеку. Когда она на мотоцикле ехала на дискотеку, это все параллельные случаи. Вопрос в том, обстоятельства ее гибели действительно трагичны. Так же, как трагичны обстоятельства гибели Евгения Тулачакова. Естественно, это большое горе для семьи. Но вопрос в том, можем ли мы говорить, что она погибла за Израиль. Потому что он с мотоциклистом разбивается, студент тоже поехал на дискотеку, разбился, но он не был военнослужащих. В этот момент он не служил в армии. Раньше он служил, а сейчас не служил. Можно ли приравнять вот эти обстоятельства смерти, так сказать, гибели человека к обстоятельствам смерти, гибели за Израиль? Петя, но мы не обсуждаем историю с Евгением Тулачко как таковую. Мы обсуждаем порядок захоронения солдат, которые, да, погибли, предположим, не дай бог, кто-то погиб, в бою, не являющийся евреем по Галахе, он все равно, да, будет похоронен теперь на военном кладбище, а они и раньше хоронили. Но в отдельном ряду. Извини. Безусловно. Как к этому относиться? Почему бы нам тогда не пойти по другому пути? Не, я объясню. Петь, извини. Почему бы не создавать отдельные воинские подразделения, извини за выражение, гойские, отдельные еврейские, и устроить между ними соцсоревнования, кто лучше воюет? Нет. Эффективность армии возрастет, каждый очень доказывает, кто лучше. Армия у нас народная, у нас есть подразделения, у нас, безусловно, нет никакой национальной дискриминации внутри армии. Но во время захоронения есть некоторые вопросы, для которых национальная традиция является важной. Вы сейчас говорите, что это оскорбляет русский язык, на ваш взгляд, да, солдат еврей? Ну, конечно. Но почему мы должны, я знаю, что их много, но почему мы должны оскорблять евреев, которые не хотят, которые хотят лежать рядом с евреями? Мы говорим о солдатах, мы говорим о военнослужащихах, которые принимают присягу на верность государству. Я говорю о военнослужащих, тех, которые приняли присягу на верность государству, и которые хотят лежать, быть похороненными в соответствии с еврейскими обычаями. Если рядом с ними начнут хоронить неевреев, это будет оскорбление их повести, это будет для них, и может быть их подсмертной волей, и это будет одновременно оскорблением, так сказать, членов их семей. Зачем делать, зачем, так сказать... Петя, у меня обратный вопрос, с другой стороны я подъеду к этой теме. Скажи, пожалуйста, а почему тогда поборников ортодоксальной еврейской традиции абсолютно не волнует то, что военнослужащие, солдаты, воевавшие с нацистами, похоронены на разных кладбищах в Европе в основном, рядом со своими товарищами по оружию, а не на отдельных еврейских участках. Это тоже нарушение еврейской традиции? Погодите, тогда хоронили, от похорона осуществляли, насколько я понимаю, не евреи. Они воевали не в израильской армии. Вот тогда не делили на евреев и не евреев. Не еврейской армии просто не было возможности, извините, просто не было возможности, скажем, в российской армии во время войны не было возможности похоронить еврея, и хоронили в братских могилах. Обстоятельства, война. Возможно, кстати, если сейчас будет большая бойня, если до Израиля сбросит атомную бомбу, то уже приготовлены братские могилы, там будут хоронены. Там будут хоронить безразличие национальности. Это будут братские могилы. Между прочим. Но, в данном случае, когда есть возможность отдать, так сказать, дань уважения традициям, дать уважение покоя, учесть чувства семей погибших. Почему нет? Я считаю, что в данном случае Министерство обороны нашло Соломоново решение проблемы. Нет разделения участки для евреев и не евреев. Но не евреи хоронятся на отдельной аллее. Так сказать, вы проходите мимо отца. Кстати, хоронятся они с теми же воинскими почтами, что и евреи, и арабы, и друзы хоронятся с теми же воинскими почтами. И если вы арабам и друзам сейчас скажете, что они должны хорониться на общих кладбищах с евреями, не евреями и так далее, они возбудятся. Почему? Почему? Понятно, что не евреи по галахе, репатрианты. Давайте скажем обязательства. Я не знаю, вы понимаете, есть такое еще, тут еще есть один аспект. Я не знаю, что такое не евреи по галахе. Потому что евреи определяют только галахе. Кто еврея, кто не еврея, определяют только галаха. Поэтому есть евреи и есть не евреи. Есть проблема, но в данном случае не евреи хоронятся с воинскими почтями. Причем с высшими воинскими почтями. Я говорю это и о новых репатриантах, не являвшихся евреями, и об арабах, и друзах. Недавно хоронили полицейского, кстати, на севере страны, который погиб при исполнении обязанностей, друза. Хоронили с воинскими почтями, было все руководство полиции. И в этом смысле Израиль нельзя ни в чем упрекнуть. — Петя, еще один вопрос. Он, может быть, немножко в другой, не может быть, а точно совсем в другой плоскости. Но тоже касается этого вопроса. Насколько мотивированным вам видится решение Мушея Яолона? Политически мотивированное решение. Я поясню почему. Дело в том, что он принял это решение только после того, как Кнесса должен был рассмотреть соответствующий закон Лазера Штерна и Кости Развозова как раз по поводу захоронений солдат. Партия, насколько я знаю, «Еврейский дом» собиралась голосовать против. Фактически он спас коалицию. — Решение это было безусловным и политически мотивированным. То есть вопрос как бы не стоял, потому что я повторю, до этого вопрос о том, с похоронами солдат не стоял, потому что и неевреев, и евреев, независимо от национальности, и евреев хоронили с теми же воинскими почестями, что и евреев. Абсолютно это было равенство. Единственное, что также были арабские участки, русские участки, еврейские участки и участки для лиц с неопределенным вероисповеданием. Или для лиц, скажем так, для христиан. Потому что их в армии сейчас меньшинство, может быть, будет большинство. Безусловно, после того, как стал этот вопрос, и стало ясно, что если проект Лазера Штерна пройдет, шансы были невелики на самом деле, потому что в Ликуде прекрасно понимают, в Ликуде достаточно трезвые люди и в коалиции, они прекрасно понимали всю, как бы, неприемлемость этого закона. Но если бы он прошел, если бы удалось мобилизовать оппозицию, там, и нашли силы в коалиции, Ешатит, НДИ и так далее, которые вы поддержали, вдруг он прошел, был бы грандиозный скандал. Вот это был скандал, который разорвал бы армию. Потому что, я повторяю, многим кажется, что израильтянам глубоко наплевать на традиции. Это не так. Это до определенного момента. Когда вопросы касаются брака, смерти, рождения детей, они очень даже становятся традиционными. В данном случае это был бы удар по всему обществу, Иолон не должен был его допустить, и он нашел Соломонову решение. Что же, друзья, наша программа подошла к концу. Это было мнение Петра Люкемсона. И в любом случае, давайте жить дружно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok